Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте начать наш завершающий на сегодня брифинг. 29 сентября текущего года в городе Атраус состоится Российско-Казахстанский деловой совет, который будет проходить в рамках 11-го форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В рамках мероприятия планируется обсудить направление развития взаимной торговли стран-участниц таможенного союза и единого экономического пространства. Об основных целях и задачах форума нам сегодня расскажет специально приглашенный гость, заместитель председателя управления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан Рахим Сакенович Ошакпаев. Рахим Сакенович, спасибо вам за участие в нашем брифинге. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо за то, что пришли на нашу небольшую пресс-конференцию. Постараюсь кратко вас проинформировать, поскольку считаем это очень важно, что, во-первых, Россия является нашим ключевым внешнеэкономическим партнером. И вы знаете, что мы находимся в глубоком процессе интеграции в рамках таможенного союза, единого экономического пространства. И с 2015 года вступает в силу договор о создании Евразийского экономического союза. Сегодня Госдума подавляющим большинством ратифицировала договор о создании Евразийского экономического союза. Сейчас он также поступает у нас на ратификацию в парламент Казахстана. Поэтому мы считаем исключительно важным, чтобы бизнес-сообщество Казахстана воспользовалось теми плодами интеграции, которые сейчас происходят. И в рамках этого мы на ежегодной основе нацпалата подхватили, соответственно, почин, который еще в 2006 году Торгово-промышленная палата Казахстана организовала. Это Российско-казахстанский деловой совет. Он был создан в 2006 году между Торгово-промышленными палатами Казахстана и России и проходит в формате форума, приурочен, как правило, к межправительственным форумам. И это будет у нас уже 11-й межрегиональный форум и 11-е заседание Российско-казахстанского делового совета. Соответственно, Национальная палата предпринимателей будет правоприемником от Торгово-промышленной палаты Казахстана и станет партнером Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по проведению этого форума. Мы предполагаем провести четыре достаточно интересных содержательных сессии. Первая сессия будет посвящена актуальным вопросам межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном, то, как работают и взаимодействуют между собой регионы Казахстана и Российской Федерации с помощью, в том числе, Торгово-промышленных палат. То есть эта сессия в основном в формате B2B. Вторая сессия будет посвящена актуальным проблемным вопросам евразийской интеграции. Как вы знаете, мы их постоянно поднимаем и считаем это своим долгом и своей обязанностью. Прямо и открыто говорите о проблемах, которыми сталкиваются наши предприниматели в рамках евразийской интеграции, для того, чтобы наднациональные органы, наше правительство могли решать эти проблемы. Третья сессия будет посвящена вопросам нефтегазового сектора, поскольку в целом вы знаете, что в рамках ГПФИР создание Таравского нефтегазохимического кластера является приоритетом. И очень большой интерес возникает не только к самому сотрудничеству в нефтегазовой сфере, но в большей степени к смежным отраслям, особенно в части машиностроения. Мы видим очень большой спрос со стороны российских машиностроительных предприятий к созданию совместных предприятий с казахстанскими компаниями, для того, чтобы участвовать в Таравском нефтегазохимическом кластере, производить совместное оборудование и поставлять их на те крупные проекты, которые мы имеем в Казахстане. И четвертая сессия, она достаточно неожиданна, но тем не менее она очень актуальна. Ее проводят наши коллеги из ассоциации Казлогистикс, и она посвящена вопросам развития речного судоходства по трансграничным рекам России и Казахстана. То есть есть очень серьезные экономические расчеты, которые показывают, что поскольку у нас речное судоходство сейчас между Россией и Казахстаном практически отсутствует совместное, и это один из ключевых вопросов, который мы поднимали в рамках договора о Евразийском экономическом союзе, чтобы возобновить это речное судоходство, и мы могли бы транспортировать товары, грузы из Казахстана в Россию по трансграничным рекам, то потенциал экономический очень большой, он недореализован. Сейчас проблема заключается в том, что казахстанские суда не могут получить разрешение на то, чтобы проходить по российским рекам. То есть если мы добьемся того, чтобы это разрешение было получено, то, соответственно, наш экспорт, поставки товаров, они могут значительно увеличиться. Соответственно, определенные нормы мы уже прописали в договоре Евразийском экономическом союзе, но они должны дальше найти свое развитие уже в других соглашениях, которые идут в развитие этого договора. Предполагается очень представительная делегация с Российской Федерацией. В первую очередь это региональные торгово-промышленные палаты, это бизнесмены, и очень большая делегация будет с Екатеринбургской области, как я уже назвал, машиностроительные заводы. С нашей стороны, соответственно, также предполагается участие региональных палат предпринимателей, в первую очередь с приграничных регионов, с Южно-Казахстанской области едет серьезная делегация, которая также покажет те достижения и тот позитив, те преимущества, которые получили южно-казахстанские бизнесмены по поставке в первую очередь плодовочной продукции в Россию в рамках открывшейся единой таможенной территории. Спасибо большое, буду рад ответить на вопросы. Желающий ответить, поднимите руки, пожалуйста, желающий задать вопросы. Кто желает задать вопросы? Вот, Филис Абишев, Oil News. Первое. Какие сейчас стоят барьеры в торговле для предпринимателей обеих стран в России и Казахстане, для казахстанских в России и для российских в Казахстане, какие остались и еще не устранены? Учитывая, что сейчас очень часто мы слышим, что Россия рассматривает угрозы своему рынку из-за внешнеэкономической ситуации. Это первый вопрос. И второй вопрос. Известно, что закон об электроэнергетике отозван Минэнерго из парламента для того, чтобы гармонизировать его с формированием единого рынка электроэнергетики к 2019 году в рамках Евразийского союза. Как Вы можете это прокомментировать? Хорошо. Если позволите, начну со второго вопроса. Вы знаете, что в рамках договора о создании Евразийского экономического союза предусмотрено создание единого рынка электроэнергетики, поставлены конкретные сроки в отношении разработки программных документов. В 2015 году должна быть разработана концепция единого рынка, и в 2016 году должна быть разработана программа. В переговорном процессе, когда формировался раздел касательно электроэнергетики и формирования общего рынка, эксперты с обеих сторон, со всех трех сторон, пришли к выводу о том, что наши рынки электроэнергетики пока вообще институционально, структурно, они основываются вообще на разных парадигмах, на разных структурах. И создание единого рынка электроэнергетики в ближайшем обозримом будущем просто технически невозможно. Поэтому создание единого рынка электроэнергетики вы поставили как очень далекую, благую цель, но как не дойти, соответственно, эти вопросы должны быть решены в рамках самой концепции и самой программы. А вот конкретно нюанс, по какой причине отозвали вот этот законопроект, к сожалению, мне неизвестно. Второй ваш вопрос связан с тем, какие барьеры испытывают казахстанские товары в России, российские товары в Казахстане. В принципе, подавляющее большинство тех вопросов, которые поднимал еще Томикен, начиная с 2011-2012 года, подавляющее большинство из них остались еще актуальными. То есть ключевая проблема, одна из топовых проблем, это, безусловно, НДС. Вы знаете, что в России при поставках товаров в Казахстан очень тяжело, то есть, как правило, предприниматели не ставят нулевую ставку НДС. Они накручивают НДС цену товара. Соответственно, после того, как этот российский товар, а это касается очень больших позиций по комплектующим, которые здесь в Казахстане перерабатываются, наши предприниматели опять вынуждены накладывать НДС 18% на импорт. И таким образом, получается, товар поступает российский к нам дороже, то есть на два НДС. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо решить фундаментальную проблему возврата НДС в России. То есть эта проблема пока нерешаемая, она даже серьезно является проблемой для самих российских предпринимателей. Вторая проблема, ключевая, связана с тем, что, к сожалению, инфраструктура пунктов пропуска через Казахстан и Россию оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что мы с 2010 года уже убрали таможенные посты при пересечении товаров, тем не менее контрольные пропускные пункты остались, но как бы сами дороги и пропускная способность их, они не модернизированы. И это то, наверное, чем еще предстоит заняться для того, чтобы расширить товарооборот. Достоверно известно, мы приводили этот пример, с Уральска до Саратова товары идут порядка 15 часов. То есть и очень большой простой идет непосредственно на границу, поскольку сама дорога, она очень устарела. Есть также проблемные вопросы, связанные с доступом алкоголя, до сих пор эти темы на слуху. Вот эта проблема является чувствительной. Проблемы, которые раньше поднимались по доступу детского питания, вот они в принципе решены. То есть на это потребовалось больше года для того, чтобы снять те барьеры, которые мы поднимали. Актуальная проблема остается по автотранспорту. То есть сейчас прямого доступа без уплаты утилизационного сбора автомобилей казахстанской сборки в Российской Федерации не имеют. Они сейчас пытаются решать этот вопрос тем, что заключают дистрибьюторские соглашения с официальными дилерами. Но тем не менее таких встречных барьеров в Казахстане нет. И поэтому мы видим такие цифры, что за три последних года импорт российских автомобилей в Казахстан вырос в четыре раза. Ну и вы как граждане можете наблюдать, что на наших дорогах появилось очень много дешевых российских автомобилей. Также большими проблемами остается, большая проблема в том, что вот госполитика поддержки различных отраслей, она в наших странах разная. И, допустим, в России есть больше бюджетных возможностей по поддержке, скажем, автопрома того же. В Белоруссии активно поддерживается сельское хозяйство, и в результате они имеют преимущество в цене. И это конкурентное преимущество, оно не совсем справедливое. И в итоге эти товары в большей степени поступают на наш рынок, нежели чем наши к ним. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, встаньте, пожалуйста. Здравствуйте, информационное агентство Би-Ньюс Киезет. Рахим Секенович, если позволите, вопрос не относящийся к теме брифинга, но тем не менее не менее актуальный. Скажите, пожалуйста, какая работа проводится на Ацпалате по совершенствованию систем механизмов субсидирования всех товаропроизводителей? Спасибо. Спасибо большое за Ваш вопрос. Вопрос действительно актуальный, и он может быть даже в продолжении предыдущего моего тезиса. Особенно по сельскому хозяйству оно для нас является крайне чувствительной темой. Мы неоднократно говорили, что когда мы исследуем, так сказать, феномен конкурентоспособности ценовой, особенно белорусских товаров, то мы понимаем, что низкая себестоимость является следствием того, что не получает большие субсидии. Теперь мы смотрим то соглашение, которое у нас есть в рамках Таможенного союза, подписанное в 2010 году, когда все три страны взяли на себя обязательство выровнять господдержку и ограничиться 10% от аграрного ВВП. Это соглашение, во-первых, в настоящий момент не исполняется, то есть Белоруссия значительно превышает разрешенный объем и взяла на себя обязательство к 2017 году его снизить. Российская Федерация имеет приемлемый объем в пределах 8%, но они не заявляют тот объем поддержки, который идет на уровне субъекта Федерации. Поэтому по нашим экспертным оценкам этот объем можно смело умножить на 2. То есть таким образом они имеют порядка 16% господдержки к аграрному ВВП. Белоруссия в настоящий момент имеет 18%, Казахстан 4%. То есть и таким образом, поскольку у нас есть единая таможенная территория, нам ничего не остается, кроме как в той или иной степени участвовать в этой гонке субсидий. Если мы этого не будем делать, то тогда все наши предыдущие усилия по субсидированию, по кредитованию, по инвестированию в сельское хозяйство в некоторых отраслях, они просто будут нивелированы, скажем так. Поэтому в правительство в настоящий момент мы подготовили расчеты и буквально на этой неделе представили в правительство предложение о необходимости точечной и адресной поддержки сельхозпроизводителей, тех, которые уже сейчас достигли определенных успехов в производительности, в инвестициях. Вы знаете, программа «Агробизнес-2020» предусматривает стимулирование инвестиций путем предоставления инвестиционных субсидий, когда от 20% до 50% в зависимости от подотрасли тех инвестиций, которые будут сделаны, они будут просубсидированы из бюджета. И эта мера вызвала живой отклик и на нее действительно реагирует. Вместе с тем, когда мы видим, что у нас есть ограниченные бюджетные возможности и нам необходимо стимулировать увеличение производства, то мы считаем более правильным будет помимо стимулирования инвестиций также поддержать уже действующее производство. Как это можно сделать? Это можно сделать путем внедрения принципа ретроспективности применения этих инвестсубсидий, то есть применять их не только к будущим инвестпроектам, но и к тем, которые уже были сделаны. Мы на основе анализа поняли, что ключевые основные инвестиции в переработку, в животноводство, в производство молока, мяса, они были сделаны с 2007 года. Поэтому мы просим правительства рассмотреть возможность применения вот этого принципа ретроспективности и распространить их на инвестпроекты с 2007 года. Согласно нашим расчетам, количество предприятий, которые могут претендовать на эти инвестсубсидии от 400 до 500 плюс-минус, необходимый уровень поддержки в пределах 76 миллиардов тенге дополнительно в 2015 году, но это даст очень серьезный прирост производства мяса, молока, мяса птицы, яиц. Таким образом, что в течение двух-трех лет мы можем дополнительно от 40 до 50 тысяч тонн получить дополнительное производство промышленной говядины, дополнительно увеличить где-то на 20-30% производство молока и более чем на 50% производство в птицеводстве. Спасибо. Пожалуйста, присоединяйтесь. Благодарю, Олег Рябченко, ВЛНьюс. Форум будет проходить и вы будете активно сотрудничать с торгово-промышленной палатой Российской Федерации. На каком уровне сейчас находится уровень взаимодействия именно НПП и ТПП РФ? Спасибо большое. Как я уже сказал, что отношения торгово-промышленной палаты Российской Федерации с бизнес-организациями Казахстана, наверное, самые широкие и начались еще в 2006 году с подписанием соглашения о создании Российско-Казахстанского делового совета по приграничному сотрудничеству. Принимаю внимание, что у нас палата создана в конце прошлого года, то есть в этом году назрел вопрос подписания нового соглашения. И вы знаете, что с июля текущего года торгово-промышленная палата в Казахстане прекратила свое существование. Поэтому мы ожидаем, если не на полях форума, то до конца текущего года мы подпишем, продлим это соглашение и уже контрагентом торгово-промышленной палаты РФ станет Национальная палата предпринимателей. В целом в России есть четыре крупных бизнес-организации, помимо ТПП это еще и Российский союз промышленных предпринимателей, это деловая Россия, это опора России. И с большинством из них, особенно с РСПП и с деловой России, у нас установлено очень тесное взаимодействие. И на полях форума мы также планируем подписать соглашение с бизнес-организацией «Деловая Россия», которую возглавляет Борис Титов и который сейчас стал бизнес-омбудсменом при президенте Российской Федерации. Соответственно, у нас также очень большой потенциал сотрудничества с ними в технологических сферах. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, я бы хотел спросить, каковы дальнейшие взаимодействия между Россией и Казахстаном после заседания делового совета? Планируется ли что-то новое? Безусловно. Во-первых, у нас очень много тем для взаимодействия. И та тема, которую я непосредственно веду, это вопрос евразийской интеграции. Здесь у нас есть трехсторонний формат, помимо Российской Федерации, еще Беларуси, так называемый бизнес-диалог, который здесь ждется на подписанном еще два года назад меморандуме между Евразийской экономической комиссией с одной стороны и с другой стороны между Атамикеном, еще правоприимником является нас палата, между Российским Союзом промышленников и предпринимателей и между Белорусской торгово-промышленной палатой. Соответственно, он идет в формате взаимодействия Евразийской экономической комиссии. Мы поднимаем актуальный вопрос, который актуален для бизнес-сообществ всех трех стран. У нас проведено в настоящий момент четыре заседания бизнес-диалога. И в ближайшее время один из проблемных вопросов, который мы также неоднократно поднимаем, это вопрос введения обязательной маркировки товаров, обращаемых на территорию Таможенного союза, он также будет выноситься на рассмотрение бизнес-диалога. Также серьезный вопрос, который мы планируем туда вынести, это вопрос утверждения плана разработки технических регламентов Таможенного союза. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, мы завершаем наш сегодняшний брифинг. Спасибо всем за внимание. До свидания. Спасибо.